Студия Медиакнига представляет. Андрей Белянин. Вампирея капитана Блада. Читает Валерий Толков. Посвящается Николаю Смыслову, врачу, капитану и человеку. Глава первая. Засланец. Когда вампиры нового света, взяв на абордаж очередной корабль Вест-Индской торговой компании, подняли головы и завыли в высокие небеса, повернув мордой к холодным вершинам далеких Ант, подавляющее большинство европейцев еще и близко не могли оценить уровень надвигающейся на них опасности. Даже когда жадные солдаты Писсара и Кортеса в безумных поисках золота срывали печати со старинных замков, взрывали порохом проходы в замурованные пещеры, разбивали тайные могильные плиты, они также не ведали, какое зло выпустят на свободу. Через пару десятков лет все побережье Южной Америки заполыхало огнем пожарищ, а страшные, человекоподобные твари слизывали, хохоча, горячую кровь с растерзанных жертв. Люди довольно быстро вспомнили все проклятия древности. Вооружились святой водой, железом и серебром, в неравном бою отстаивая собственные жизни. И на какое-то время им казалось, что вампирская угроза остановлена, но страшные создания ада сумели организоваться, они стали умнее и хитрее, научились обуздывать свой голод, терпеть солнечные лучи, применять все достижения науки и техники начала девятнадцатого века, но самое главное, им удалось заставить людей воевать друг с другом. Тем временем в далекой Англии Питер Бладт, вполне себе самодостаточный бакалавр медицины, раскурил трубку, полностью сосредоточив внимание на уходе за двумя горшками чеснока. Вопреки врожденному чувству юмора, он даже ни разу не плюнул сверху на бесконечный людской поток, заполнивший узенькую улочку в сонном бриджоутере. Толпы людей, бесцельно толкаясь, шли на площадь перед замком, где сэр Фергюсон, отбитый на всю башку капеллан кровавого герцога, читал проповедь, в которой было больше фейков, провокаций и призывов к мятежу, чем обращений к богу. Хотя что мог решить мятеж, если, по слухам, вампиров начали отлавливать уже даже в английских портах? Простой народ жаждал знать, что будет дальше, если власть продолжит бездействовать? В нетрезвой толпе воодушевленных горожан встречались мужчины со старинными мушкетами из разграбленного местного музея и двуручными мечами. Но большинство просто тащили на плечах огромные пики, переделанные из крестьянских кос, жутко страшные на вид, но по факту мало чем пригодные для реального боя. Таких героев голодные вампиры порвали бы на раз, в отличие от закованных в железо испанцев, которые служили единственным щитом старому свету, хотя порой и успешно действовали заодно с теми же вампирами. Ряды случайных вояк состояли из каменщиков, садовников, сапожников, гончаров, ткачей, пекарей, рыбаков, кузнецов, писателей, музыкантов и представителей других мирных профессий. Под черные знамена незаконно рожденного герцога с половиной вампирской крови в жилах встало практически все мужское население городка. Ну, разве что исключая последних трусов. Однако стройный бакалавр медицины Питер Блатт, отруду не знавший, что такое трусость, на участие в мятеже все равно категорически не подписывался. Способный мастерски владеть шпагой, ланцетом и пистолетом, он в этот теплый июльский вечер ухаживал за цветущим чесноком и лишь время от времени бросал вслед охваченным мятежной лихорадкой героям слова из своего любимого Горация «Куда? Куда бежите вы, о психи?» Так почему же этот самый Питер Блатт не спешил стать под так называемые знамена свобод и вольностей, расшитые порочными девственницами Таунтона, воспитанницами массажных интим-салонов мадмуазель Блейк Стар. Как потом пели в круговых тюремных балладах, эти невинные девицы разорвали свои нижние шелковые одеяния, чтобы, оставшись голыми, пошить из них знамена для армии вампира Монмута. Господи, какая псевдопатриотическая пошлость! Строки из Горация, обвиняющие восставших в массовом психозе, били точно в цель. Все они казались Питеру полными идиотами и безумцами, радостно спешившими навстречу своей смерти и в упор не видевшими реальной опасности, угрожавшей из-за океана всему цивилизованному миру. «Да просто я отлично знаю этого прощилыгу герцога Монмута и его мамашу», — бормотал доктор, любуясь растущим чесноком. Бледная, словно потолок красотка, с выдающимися клыками и глазами красными, как у кролика. А вы читали их листовки? После смерти нашего государя Карла II право на престол Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Греции, Германии, Австрии, Македонии, Ирландии и на европейскую часть России со всеми ее владениями и подвластными территориями переходят к благородному сэру Джеймсу, герцогу Монмутскому, сыну и законному наследнику Карла II. А все, кто против, суть есть оборзевшие враги народа и коллаборанты, чья кровь должна наполнить желудки избранных. Какая дешевка! Песок мне в почке! Каким же надо быть дубовым кретином, чтобы идти за ним? Более того, как можно поверить, что нехай упир на трон при еде, в стране порядок на веде. Ну вот же, нате вам, несколько знатных вигов легко всколыхнули простодушный народ на праведное восстание. Куда? Куда бежите вы, о психи? В то время, когда все цивилизованные страны выступали единым фронтом, заключая военные союзы для охраны своих торговых путей в Тихом океане и Карибском бассейне от вампиров, грабящих всех подряд и наводящих ужас на побережье, Великобритания привычно развлекала себя внутриусобными распрями. Перерожденные кровососы, уже не первый год слывшие проклятием всего прогрессивного человечества, тем временем сбивались в стаи, захватывали корабли, поднимали красный или черный флаг, а порой даже выдвигали политические требования. Говорят, правительства ряда стран не гнушались нанимать их на страшную службу, а служить они умели. Тем временем перед замком уже собирались мужчины. Их сопровождали матери, жены, дочери, возлюбленные и сочувствующие. Все они шли широким шагом, твердо веря, что защищают закон, свободу, веру и право на пиво. Кровавый Монут обещал лично руководить внезапным нападением на королевскую армию под командованием генерала-лорда Февершема. Сам лорд стал военным лагерем у Седжмура и был прекрасно осведомлен о намерениях противника. Да кто бы сомневался, когда хвастливые вопли герцога долетали до самого Лондона. Питер Блатт закрыл ставни, отметив, что из окна противоположного дома за ним следят злобные глаза милых, романтичных сестер Пит, самых восторженных обожательниц красавчика Монмута. Ну вот почему страстных инфантильных девиц всегда тянет к вампирам? Питер с улыбкой кивнул девушкам, с которыми всегда находился в дружеских отношениях, а одну из них даже лечил от кое-чего неприличного. Все три вещие сестрички дружно плюнули в его сторону. Вежливая улыбка тут же погасла на тонких губах Питера. Он с трудом удержался, чтобы не показать в ответ средний палец. После того, как на горизонте появился чернокудрый Монмут с салами губами и томным взглядом, вскруживший головы женщинам всех возрастов, надменные сестры Пит отказывались понимать, как молодой и здоровый человек, прошедший пару войн, обладающий полезным опытом обращения со скальпелем и наведением пушек, ухаживает за какими-то там цветочками, вместо того, чтобы пойти и умереть ради зубастого дужки, который так хочет взойти на престол, принадлежащий ему по праву. Или не по праву. Но ведь герцог все равно милашка и дужка. Блад вспомнил, что еще вчера эти же крали в напудренных кудряшках вза шеи вытолкали своего племянником река Джереми, шкипера торгового судна, с его же корабля, заставив парню с мушкетом наперевес бежать на защиту правого дела. И все, кто не козел, просто обязаны последовать его примеру. Почему? А потому что. Сам же Питер Блад родился на свет в семье Тихого, пьющего ирландского врача и пылкой неуправляемой уроженки Соммерсетширского графства. От матери он унаследовал бурую храбрость, доводящую до безумия, а от отца нежную любовь к знаниям, получив уже в двадцать три года степень бакалавра медицины. Не слабо так, а? Внешность нашего медика была та еще, высокий, худощавый брюнет, смуглый, как молдавский цыган. Но из-под черных бровей смотрели невероятно синие пронизывающие глаза, а черты лица были почти греческими. Блад привычно одевался во все черное, как и подобало профессиональному врачу. Его комзол тонкого комлота был обшит серебряным пузументом, а манжеты рубашки и жабо украшали дорогущие брабантские кружева. У каждого свои причуды. К сожалению, родители его прожили недолго, и молодой медик с горя отправился посмотреть мир. Любовь к морю толкнула его на службу в голландский флот. Печально знаменитый адмирал де Риттер даже произвел его в офицеры за участие в великой морской битве с вампира испанским флотом на Средиземном море. Сам Блад прекрасно отдавал себе отчет, что благосклонностью адмирала он обязан лишь тому, что в его каюте всегда имелся запас чистого медицинского спирта, но чего уж ворошить прошлое. Тем более, кто сейчас вообще помнит несчастного де Риттера? Парой месяцев позже вампиры загрызли его прямо на капитанском мостике. Потом два года Питер отсидел на зоне в грязной испанской тюрьме, а откинувшись с кичи, уже в составе французской армии в хвост и гриву бил испанцев, оккупировавших Голландию. А почему нет? Ведь общеизвестно, что именно жадность конкистадоров Кортеса разбудила то страшное зло, что дремала в затерянных городах Ант, а изголодавшиеся вампиры вновь обнажили клыки. Но в возрасте 32 лет Питер оставил море, решил вернуться к профессии врача, искренне считая, что идиотское сражение с заклыкастого герцога Монмута не имеет лично к нему никакого отношения. Блад выпил две или три, он не считал, бутылки портвейна и пораньше лег спать. Доктор спокойно дрых, когда Монмут во главе повстанцев с песнями и музыкой двинулся на королевскую армию, которой по сюжету также полагалось ночью спать. Но солдаты не спали, вот это сюрприз, и встретили мятежников с залпами картечи в упор. Так что в 4 утра, когда над раздолбанным полем битвы начинало подниматься солнце, мирный сон Питера Блада был нарушен самым безжалостным образом. В дверь его дома били головой или прикладом что-то громко крича. Полагая, что в городе кто-то срочно рожает тройню, Блад накинул ночной халат, сунул ноги в тапки и выбежал из комнаты. На улице в золотых солнечных лучах стоял молодой человек в изодранной одежде, покрытой грязью, пылью и почему-то опилками. Стоявшая рядом с ним лошадь, держась за сердце, тяжело переводила дыхание. Блад не сразу узнал молодого шкипера Джереми Питта, племянника тех самых вредных девиц, живших в доме напротив. В разбуженных шумом домах открывались двери, распахивались окна, из которых выглядывали недовольные физиономии невыспавшихся соседей. — Спокойствие, только спокойствие, дамы и господа! — громко объявил Блад. — Где вампиры? Кто рожает? Почему припарки еловые? Сразу ко мне! Пыльный юноша недоуменно переглянулся с лошадью и пожал плечами. — Так, еще раз берем всего себя в руки и отвечаем на вопрос. Чего? Кому? От меня? Надо, а? — шмыгая носом и задыхаясь, молодой человек, наконец заговорил. — Наш командир, лорд Гилдой, тяжело ранен в... Он сейчас в усадьбе... Оглторп. Меня послали за вами. Скорей к нему, скорей! У него пуля в таком месте. Он кинулся к Бладу, надеясь поймать его за поло ночного халата, но доктор ловко увернулся, шутливо стукнув юношу по лбу домашним тапком. — Можно я не поеду? — попробовал отвязаться он. — Укуси меня, вампир, но не в такую же рань. — И не в таком наряде. — Но лорд Гилдой такой хороший. — Не аргумент. Он один из горячих соратников герцога Монмута. — Это вообще не аргумент. — Так вы не поедете? — удивился молодой человек, доставая кремневый пистолет. — Сказал же, поеду. — Подтвердил Блад, прекрасно понимая, что, откажи он, соседи-патриоты сии уже минуту разорвут его на месте. — Но прежде всего мне нужно переодеться, принять ванну, выпить кофе и захватить с собой кое-какие медицинские инструменты. Клизму, например. — Мы теряем время. Мы его теряем. — Посидите в доме, молодой человек. Быть может, хотите слабительного чаю со сливками? Но нетерпеливый Пит замахал руками. — А если лошадь свистнут? Ради бога, поспешите. Блад бегом метнулся наверх. Переодеваясь, он дал несколько поручений домохозяйке, распорядившись заодно и насчет роскошного обеда, который в результате даже не попробовал. Увы и ах. Когда, наконец, доктор вышел на улицу, то застал молодого шкипера уже осажденным толпой напуганных полуодетых горожанок. Понятно, какие именно веселые новости сообщил им Питт, поскольку раннее утро резко наполнилось плачем, нытьем и стенаниями. При виде Блада молодой моряк стряхнул себя рыдающих тетушек и вскочил в седло. — Поехали уже! Садитесь позади меня! Доктор Блад обошел лужи слез и вспрыгнул на круп лошади, властно обняв за талию своего спутника. Вот так и началась его вампирея. Шкипер Джереми Питт, которого Блад ошибочно счел лишь засланцем раненого мятежника, на деле оказался посланцем самой судьбы.